Уже девятый год на Брещене по инициативе губернатора региона Константина Сумара проводится творческий конкурс среди журналистов. Без преувеличения можно сказать, что это уже сложившаяся добрая традиция. А поскольку два года назад глава области стал почетным журналистом, встреча эта носит скорее дружеский, чем официальный формат. Выступая перед журналистами, Константин Сумар подчеркнул, что именно от работы представителей медиапространства во многом зависит уровень информированности. Складывается людское мнение о происходящем в стране, в области, в любом городе или маленьком селе. Четвертой власти называют журналистов, и именно они являются примами и виртуозами, учителями и судьями в решении многих вопросов, в разрешении многих проблем. Поэтому столь важно уметь находить пути правильной подачи информации, уметь быть этичными и грамотными, чтобы не навредить, не скомпрометировать, не унизить и не оскорбить кого бы то ни было, рядового гражданина, либо высокопоставленного чиновника. Самое главное, считаю, задача, которую сделают и справляются с этой задачей наши средства массовой информации, это то, что они создают атмосферу, восприятие к тем недостаткам, которые есть местами у нас еще в Брестской области, и создают атмосферу, направленную на влучшение людей или на направление людей, на то, чтобы лучше работать, на то, чтобы были лучшие результаты. И третья задача, которую они выполняют, все-таки они показывают и делятся с нами, или пробуют делиться опытом в тех регионах, где более лучше работать, где более эффективно эта работа проводится, где более экономика лучше. Поэтому я давно уже говорил и сегодня хочу подтвердить, что для меня, я думаю, для всех пресчан, которые проживают на Брестской области, встреча с прессой – это определенное обогащение в какой-то степени. Несомненно, самый торжественный и волнующий момент столь грандиозного торжества, на котором главные действующие лица журналисты, независимо от рангов и регалий, – момент награждения. Высоких областных наград удостоены в этом году порядка 40 человек – телекомпании и редакции районных газет, журналисты. В группе электронных СМИ лучшими стали наши коллеги телерадиокомпания «Брест». Дипломами и денежными премиями были награждены все приглашенные на церемонию. Приятно, что таланты, профессиональное мастерство заслужили люди талантливые, люди, которые любят свою профессию, такие, как собственный корреспондент Республиканской газеты «Беларусь сегодня» Валентина Козлович, журналист газеты «Народная трибуна» с огромным стажем Светлана Таболич, ее коллеги Владимир Ситуха и Ольга Сверидович, тележурналист Татьяна Колокольцева, редакция городской газеты «Брестский вестник», районной газеты «Червонная звезда» и областной «Заря». Я лечу, что это, окроме того, что подтверждение заслуг, это еще и дает некие импеты, таки разгонно далейшую працу, потому что мы, что практики ведаем, кольки у сего треба еще заробить, и это просто допоможе робить все это с узнеслостью и с жаданием великим, потому что ведаем, что все доброе, что робится, и оно будет обовязково убачено и захвачено. О каких-то творческих планах я, наверное, останавливаться не буду, потому что это все видно в газете сегодня. Я скажу, что в этом году какие у нас новшества. Ну, во-первых, в плане экономики мы вышли на прибыльную работу. Во-вторых, мы более активно стали распространять свою газету. Если раньше ее можно было купить в основном в традиционных точках продажи, то теперь мы пошли и в крупные торговые сети, и люди, мы видим, пользуются спросом газета. И, наконец, мы в этом году полностью обновили свой сайт. Мы долго над этим работали, много приложили усилий, и видим уже от этого эффект, потому что количество уникальных посетителей в день увеличилось примерно в три раза. Подведение итогов конкурса – грандиозное мероприятие, которое становится праздником для представителей средств массовой информации. А учитывая тот факт, что журналистское братье – народ любопытный и ищущий, люди, у которых всегда наготовят перо и блокнот, камеры и диктофон, встречи каждый раз проводятся в разных местах. В этом году авторы интересных статей и репортажей, рубрики, проекта в брестейских газетах, на телевидении и радио с великим удовольствием посетили Ивановский район, один из самых красивых регионов Брестской области. Именно он станет в будущих репортажах объектом пристального внимания, поскольку агро-эко-туризм здесь развивается довольно успешно. А через весь журналистский форум этого года красной нитью прослеживалась именно тема развития туристической отрасли в Брестской области. За два года, если у нас сейчас 222 таких агро-туристических точек по области, то за последние два года мы в России приросли на 111. И это говорит о том, что перспектива есть в этом агро-эко-туризме. И насколько она будет дальше увеличиваться, я думаю, что увеличение будет идти, но больше будет идти уклон на какой-то степень на специализацию и на расширение услуг, которые будут предоставляться вот этими агро-усадьбами. Именно в этом, я считаю, будет будущее, потому что сейчас они почувствовали, эти люди, которые занялись этим направлением, оказание услуг, они почувствовали вкус к этой работе, они, самое главное, почувствовали, что очень много есть желающих. На протяжении 9 лет региональный форум является эффективной площадкой для подведения творческих итогов, для заинтересованного обмена опытом главных редакторов, корреспондентов и фотографов, компьютерных дизайнеров. Много добрых слов прозвучало в адрес пишущих и снимающих людей, которые всегда на чеку, всегда в краю. Они журналисты, они заботятся о настоящем, они в курсе всех событий, они помогают и жить, и строить, а с хорошими строителями творить добрые дела легко. Сейчас я не вижу, например, у нас того работника средств массовой информации, которыми безразлично развитие нашей области, которые также переживают вместе с нами за те проблемы, которые возникают. Я думаю, что, я всегда говорил, что в результатах нашей работы, конечно, львиная доля, сердце, труда, которая вложена, и души, и здоровье, конечно же, и работников средств массовой информации. Журналистика Брестская тоже устремлена в будущее и в двух смыслах. Во-первых, потому что журналисты видят, они замечают и отражают в своих публикациях те новые веяния, новые тенденции, которые намечаются и в области экономики, и в области культуры и так далее. Приятным дополнением к насыщенному дню стала концертная программа, подготовленная молодыми артистами и, конечно же, напутственные слова губернатора региона. Надо, чтобы мы больше показывали людей труда, чтобы больше показывали передового опыта, чтобы мы воспитывали в нашем подрастающем поколении чувство патриотизма на примере нашей истории, которая история очень богатая. И самое главное, и показывали уже на примере вот этого нового нашего периода времени, который мы идем с вами уже около двух десятков лет, что мы можем работать. Наша страна способна сделать все возможное, чтобы мы жили комфортно, чтобы мы жили богаче. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.